Самозанятые это еще и индивидуальные предприниматели и фрилансеры. Но, если мы берем весь мир, на эти 90% приходится всего 10% денежного оборота. То есть вы понимаете, что задействовано очень много людей, а получают они, к сожалению, не так уж и много. И смотрим в другую сторону нашего квадранта, то есть эти бизнесмены-инвесторы, их на самом деле всего лишь те оставшиеся 10% людей. Но они получают почему-то 90% от наших денежных, ну не от наших, а от мировых денежных с этих вот объемов. Почему так получается, как вы думаете? Потому что жизнь такая, ну лишь могла я, как говорится. Вот смотрите, мы если будем немножко подробнее разбирать, вот работники, самозанятые работники, это найм. Вот что у нас происходит, я вот вкратце вам озвучу. То есть вообще что происходит? Мы долгое время учимся, мы поступаем в какие-то университеты. Вот мы даже в техникум, потом мы устраиваемся молодыми специалистами на работу. У нас есть какие-то стажировочные моменты, да. Потом нас, если все хорошо нас устраивает, мы начинаем трудиться. Мы трудимся по 60 часов в неделю. Это вот именно те, кто в найме. Мы трудимся 60, 50, 60 лет, и мы все выходим к результату к пенсии. Пенсия у нас в России, ну к сожалению, да, небольшая. Но как есть, так есть. Что происходит с самозанятым, как вы думаете? Это те люди, которые поработали в нами, понимают, что что-то не так, что вот, ну вот, вот замкнутый у них этот круг, и они начинают двигаться вперед. То есть они делают какой-то шаг вперед, получается, решают создать свой какой-то маленький бизнес и так далее. В итоге что происходит? Они начинают расчетовать своими собственными средствами, если нету собственных средств, они начинают брать, я вам, банки. Временной интервал тот же самый, 60 часов в неделю они работают, а мозанятые работают вообще еще больше, потому что это их бизнес. Они не могут оставить, да, 60 лет, в итоге они отрабатывают, и они приходят куда? К этому же знаменателю, они приходят к нашей пенсии, которая невеликая. То есть наша ценность, мы не будем уже говорить сегодня о ценностях каждого человека, чтобы исполнять свои мечты, свои ценности нам нужны все равно финансы в любом случае. И вот эти 90% людей, они у нас крутятся по замкнутому кругу. Как перейти на другую сторону? Как попасть в эти 10% людей? Как? Все хотят, не знают как. Правильно? Поэтому мы с вами рассмотрим небольшой такой вот момент, чтобы быть успешным бизнесменом, крупным бизнесменом, получать довольно-таки серьезные деньги, это нужно, ну, прям, во-первых, финансовые вложения. Речь идет уже даже не миллион, не два, это все это мелкие, да, предприниматели. Идет оборот крупных денег, 10 миллионов. У кого из вас есть свободных 10 миллионов, чтобы взять и начать вот свое стремительное расширение? Я думаю, что это у кого? И самое интересное, что даже если вы возьмете эту великую суду в банке, заложите все машины, там, мамины квартиры, там, свои квартиры и так далее, и так далее, еще не факт, что у вас это все получится. Ну, мы-то все равно хотим сюда попасть, правильно? Поэтому вы сюда пришли? Хотим? Да, нет. Все такие грустненькие. Не проснулись? Нет, не хотим, иди, да, девочка, отсюда. Вот. Чуть-чуть затрону про инвесторов. Инвестиции – это очень крутая тема, но они требуют, во-первых, тоже большие вложения денег и образования. То есть есть инвесторы, которые инвестируют там в предприятие, они умеют это делать, и там получаются суммы тоже в 10 миллионов рублей, и выше, и выше, и выше, и выше, чтобы более-менее нормально существовать. И теперь давайте вспомним топ-лидеров нашей компании, да, то есть у нас некоторые топ-лидеры получают 500, 600, 700, 800 тысяч рублей. Кто так хочет? А миллион тут получит? О, да, 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 да. Пойдем дальше. То есть, не буду тоже прям в подробности, и так нагнетать такую ситуацию еще больше, да, то есть, хочется вырваться, не знаем, Поэтому здесь мы будем разбираться. Еще такая тенденция у нас на трудовом рынке. Если вы обращаете внимание, особенно то поколение, которое только-только начинает учиться, только-только начинает поступать в институты, специальности закрываются. Если были такие специальности раньше, в мое время, как узкоспециализированные оценщики недвижимости. Если это был экономический отдел, у них в экономическом отделе были узкоспециализированы многие специальности. Сейчас это все уходит. Сейчас это все заменяют у нас машины, сейчас у нас это заменяют программы, ЦРМ, там у нас онлайн очень-очень много программ, сейчас в принципе бухгалтера таковы на маленькие предприятия, они не нужны. Потому что сейчас даже банки при открытии расчета новосчета, они тебе эту услугу предоставляют бесплатное ведение. То есть специальности уходят. Уходят и куда они уходят? В никуда. Их заменяют технологии. Так оно и будет в жизни, понимаете. Чем старше у нас, ну мы становимся, чем больше идет время. Специальности, они все уходят, уходят. И главная мысль, особенно у того, у кого детки, да, что же делать, куда их отдавать, учиться и так далее. Зато мы смотрим другую тенденцию, вот Инстаграм. Он за 5 лет набрал столько, такой вот прям бешеный оборот. Все, вся вот эта вот, вся магазин, да, все вот какие-то такие там вещи, услуги, они все ушли, реклама, они все ушли в поле Инстаграма, в поле Интернета, в онлайн пространство, да. У нас есть офлайн пространство, есть онлайн пространство. Что же будет дальше? Дальше, дальше будут заменяться и специалисты, такие как терапевты, будут консультации, скорее всего, это все автоматизировано. Сейчас мы с вами общаемся не с живыми людьми, да, вот с роботами, когда у нас возникают какие-то проблемы в разных сферах, да, будь то это банки, будь то это связь, будь то это еще что-то. Мы уже начинаем просто, ну как бы переходить в другую нишу. Ребята, я не скажу, что это плохо, это очень хорошо, потому что мы в Караловом Кубе. И вот после 2010 года останутся три категории бизнеса. Интернет-бизнес, сетевой бизнес и те, у кого больше не будет, потому что они не выловили тренд. Вот именно, вот смотрите, Билл Герц, он такой вот прям, хвала ему, умный мужик, почему? Потому что он предвидел вот этот интернет-бизнес, да, что все перейдет в интернет-пространство. Вот они как-то, я не знаю, умные, умы, они предвидели, что такое сетевой бизнес. Сейчас элементы традиционного бизнеса, кофейни, магазины, да, вот магазины одежды, там авто какие-то магазины, они имеют везде сеть. То есть в данном, допустим, послании сетевой бизнес, это не то, что конкретно вот наш сетевой бизнес, а вообще, то есть выживает тот, кто имеет большую сеть. И внимание, даже вот совсем недавно я прям была, ну прям радостно удивлена, да, потому что я здесь, мне это все, конечно, импонирует. Вот есть такой магазин у нас Хабаровский, Гиперавто, и они делают рассылочки. Ссылочки, внимание, при виде друга получи 5% кэшбэка от его суммы. Для чего напоминает? Напоминает. Сети. Бонус рекомендации. Элементы сети, элементы сетевого. Вот кто вот сейчас вот, в принципе, поймет эту тенденцию, тот будет на коне, потому что оно реально так и происходит. Какие еще годы в магазине кэшбэка? Кэшбэки уже, все, это все переходит. И понимаете, мы прям в таком нужном сейчас месте, пока бедные ищут работу, богатые создают сети. Это тоже очень верное утверждение. Почему? Да, потому что есть категория таких людей, которых не хватает денежных средств, что они зарабатывают. У них мозг как вот, это опять же, да, это склад такой, это неплохие люди, это хорошие люди, их просто не научили. Не попали они на волну, да, вот в волну изменений. И у них какая мысль, у наших родителей особенно, да, пойду на вторую работу, пойду на третью работу, пойду на подработку. Понимаете? То есть, это вот разное мышление, и мы с вами должны, вот кто еще до сих пор сомневается, поменять наше мышление, да, что мы не должны идти куда-то на подработку. Давайте строить сети. С тысячи миллионеров в будущем появится самая быстрорастущая индустрия мира, это сетевые маркетинги. Это правда. Если есть вот в интернете, допустим, кто хочет, ну, прям копнуть поглубже, можно, в принципе, список миллионеров. Есть такая информация, то есть, вот, новоиспеченный, скажем так, миллионер, вы можете это все загрузить, и в какой индустрии они работают. Ну, вот, вот, прям процентов 60 этих миллионеров работают в той или иной сетевой компании. Вот, казалось бы. А остальные 40, это дети олигархов, которые подросли. Не, ну, если так смотрю. Плюсы и минусы MLM индустрии. В принципе, все знают, что такое сетевая компания присутствующая, у вас были уже диалоги, правильно? Я их просто озвучу, что это свободный выбор места, неограниченный официальный доход, да, у нас нету потолков, то есть, как хотите, так растите. Дополнительный бонус от компании, передача бизнеса по наследству, что очень-очень, да, важно для более такого старшего поколения. Полная свобода действий, готовая бизнес-система, бесплатное обучение, яркий образ жизни, нет будильников, нет начальников, нет понедельников. Особенно три последних пункта, это вообще на Урал воспринимается, потому что никому не охота вставать в 6 утра, приезжать, да. Например, садик, да, вот воспитатели работают в садик, в 7 утра, они должны быть, они должны принимать детей. Представляете, вот 30 орущих цыплят, вот, прям хвалат к нашим воспитателям нашим. Минусы... Дай секунду. Минусы MLM индустрии. Не устала, а можно... Между диваном и... Все? Не перестала, не перестала, не перестала. Еще раз. Между упой и диваном доллар не прилетит. Понимаете, когда вы воспринимаете, я понимаю, что мы начинаем, да, вот действовать в переходном таком моменте, и что наш ум привык работу считать именно за ту работу, когда есть начальники, есть будильники, есть обязательства, есть. И поэтому многие сетевой бизнес не воспринимают как бизнес, не воспринимают как работу, они ее воспринимают как игру. Но, ребята, если вы хотите достичь реальных результатов, вы должны все наши вот эти вот компании, школы воспринимать именно как бизнес. Только тогда у вас будет успех. То есть это что надо сделать? Это надо встать с дивана и начать все-таки работать, начать с удовольствием. Недавно в инстаграме мне выслали этот видеоролик. Мужик лежит, одеялом закрытый, и, видать, смотрит какую-то передачу. И там он такой, вы хотите быть счастливым? Да, хочу. Вы хотите быть богатым? Да, хочу. Вам нужно встать с диваном. А, это все неправда, это все лохотрон, лохоразвод. Вот наподобие вот такой же ситуации и у нас. То есть сетевой бизнес, да, то есть он очень обширный у него, ну прям плюсов вагон, минус единственное, что надо все-таки работать. Ну, как и везде. А почему именно мы выбираем коралловый клуб? Давайте я вам вот прям время у меня есть, я вот прям чуть-чуть вам расскажу про виды сетевого бизнеса. Потому что у нас МЛМ, он бывает разный. Именно виды сетевого бизнеса. То есть, когда вы начинаете, ну, то есть вы принимаете решение и вы начинаете работать со своими людьми, вы сталкиваетесь с возражениями, правильно? Что это лохотрон. Вот, вот ваше первое вообще, когда вас позвали в сетевой бизнес. Вот первая реакция какая была? Ну, честно. Продавать надо. Деньги надо вкладывать. Продажи, деньги надо вкладывать. Ну, не стесняемся. Не, ну вот реально, вот что-то думало. Лохотрон. Ну, умничка. Кто, что еще подумал? Сектор, фанатики. Да, я без квартиры останусь. Денег нет. У меня, да, у меня одна написала по религиозным изображениям, я не могу этого делать. Не знаю, такое ощущение, значит, что я к бактистам ее пригласила. Типа танцовую. Ну, вот разные. И поэтому, когда вы принимаете решение вот именно создавать свой бизнес, вы должны четко понимать, что МЛМ, то есть сетевой, сетевая индустрия, сетевой бизнес, он бывает разный. Первая категория – это финансовые пирамиды. Те люди, которые вам говорят лохотрон, то есть они подразумевают под себе, ну, вот, да, вот эти вот выражения, то, что меня обманут. Это неправда. Вы должны понимать, в принципе, да, вот этот вот, ну, как бы, посыл. Вы просто ему спрашиваете в ответ, ты думаешь, это финансовая пирамида? Они говорят, ну, да. И я так думала, да, давайте теперь раздумаемся. Что к чему? Финансовые пирамиды, самые мощные, какие мы знаем. МММ. Ленька Голубков, привет! МММ. А название у меня не было там написано? Это сетевой, да. То есть, одну букву поменяли, а получился МММ. Нет, там, а вроде, что-то там, что-то там было вот такое, вот, это, премиатура, я уже, честно говоря, не помню, а мне было интересно, я смотрела, почему же все-таки это МММ. Вот. То есть, ребята, когда вам предлагают вложить пять тысяч, а через неделю получить с этих пяти тысяч пятнадцать, причем не делая ничего, а просто вот ты переводишь эти пять тысяч, ну, там, на какой-то сервер, на какой-то сайт, да, и в ответ у тебя получается, вот, это финансовая пирамида. Финансовая пирамида – это вложение денег в воздух. Причем эти переводы идут не на ООО, да, не на организованное, ну, какое-то место, предприятие, да, общество, а эти деньги идут от физика к физику. То есть, реально, финансовые пирамиды, они существуют примерно два-три года. Сливки собрали, деньги собрали и сплыли. Много таких вот финансовых пирамид, вот, недавнешние, да, вот, которые совсем. Это Кэшбери, вот, прям, совсем недавно у нас были. Таксфон. Таксфон. Таксфон, да, это тоже, это все финансовые пирамиды, то есть, у них нет ни продукта, ни товара, ну, вообще ничего. То есть, это просто деньги делают, ну, на воздухе пытаются. То есть, вы должны понимать, прям, что если у такого предприятия нет никаких производственных мощностей, то есть, у них на Байлайнсе ничего не стоит, и включаем мозг. Да, смотрите договора, то есть, куда, как, что, понимаете, что это финансовые пирамиды. Вторая ступень, это бинарная система. Бинары. У бинаров немножко другая раскрутка. У них есть, в принципе, некий товар, в принципе, у них есть какой-то каталог. Они заключают договора с каким-то производством, которое это все будет поставлять, да. Но, для того, чтобы начать строить бизнес, или вообще вступить в их ряды, предлагается выкупить какой-нибудь чудо-пакет, который стоит, там, 300 евро, 100 евро. Ну, кто как, у кого как совести, знаете, чинши, там, 70 тысяч рублей, там, супер, какие-то подушки нужно выкупить. Там очень много, то есть, это система бинаров. И для того, чтобы там заработать, то есть, ты должна найти одновременно, ну, не одновременно, а единократно, да, 5, там, 4-5 человеков, которые, в принципе, сделают то же самое. После этого теряются связи, друзья не общаются с друзьями, потому что заработка там, естественно, нету, ничего это не возвращается, не окупается. То есть, сразу понимаете, что если вам предлагают у меня такой крутой сетевой бизнес, вообще, все зарабатывают, все зарабатывают, все хорошо, да. Ну, расскажи мне про этот бизнес, да, приходи на встречу, но для того, чтобы узнать, там, получше, побольше, первое, что ты должна сделать, выкупить какую-то отчаянную коробку стоимостью, там, 40-50 тысяч рублей. Ну, утрированное, все, вы понимаете, что это бинары. Как правило, бинары существуют 3-5 лет, ну, и тоже, то есть, они максимально собирают вот эти вот денежки, да, и там, и меняют просто, ого, называют там, финши. Ну, вот, например, просто, вот, вот такого формата, это вот бинары. Есть компании прямых, вот, третья, это прямые продажи. Вообще, компании прямых продаж, это, они вообще начали движение сетевых компаний. Они вообще начали эту индустрию. Это мощные компании, реально, они существуют долго. Кто-то добивается успеха в этих компаниях. Продукт, у них тоже собственное производство, у них очень сильный, хороший продукт, да, мы ценовую категорию сравнивать не будем, у каждого своя ниша. То есть, они очень мощные компании, вот, в принципе, маркетинг у них такой вот запутанный, запутанный, интересный кому-то. Вот, единственное, что, ну, допустим, меня не привлекло в прямые продажи, потому что я не хочу продавать. То есть, вот это, что надо с баночками носиться, надо с каталогами носиться, надо вот это вот носиться, надо вот это вот все продавать, показывать. И причем там, ну, в какие-то определенные сроки, большие объемы. То есть, вот меня это не привлекает, совершенно. Но есть такие компании, успешно развиваются. У кого-то получается, да, вот, 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 прям, у нас был, я когда училась, физик, у нас были практические работы, колобки их называли. Вот, ну, а что нам, девочка, вот эта вот физика? Ну, он же тоже принимал, а там препод мужик, такой вот уматный. Ну, просто каталок нам вот так вот на стол. Вот. Да, девочка, вот, 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 повыбирай себе что-нибудь. Мы говорим, ну, какую сумму, ну, примерно на то-то, то-то. Все, физику сдали. Еле получилось. Что, правда? Да, да. Что за фирма была? Арифлейм. Да. Я очень понравилась. Арифлейм сейчас, говорят, переходят на систему, чтобы сами в офис проходили. Уже поняли. Вы знаете, самое интересное, вот, тот, кто вот в нашей индустрии, да, вот, по крайней мере, в нашем Коралловом клубе, вот, за новинками все равно следишь, в любом случае, и предложения-то сыпятся с разных сторон, начинаешь вот просто сраивать. Я вам скажу больше, что они скоро все перейдут на такую систему, как у нас. Только вот у них неизменно останутся, вот, допустим, объемы личных оборотов, вот это неизменно, потому что нужно существовать. Вот, а системы, они все упростят. Ну, и камни подводные по-любому у них останутся. Вот это вот прямые продажи. Много таких компаний прямых продаж, да. Есть агрессивные прямые продажи, Кирби, помните? В принципе, элементы сетевого, да. Я приеду через 20 минут, прополистаршу тебе там все. Это агрессивная система продаж. Но смотрите, как у них, у них бесплатная школа обучения, у них какая мощная была школа обучения. Они знали ответы на все возражения. Они знали все эти ребята. Например, красавцы в форме, там, пришли с пылесосом, там, диван вместе с тобой, там, начистили. Ну, как бы, ну, грех не взять, да. Да мы сейчас сразу же оформим, там все сделаем. Тебя на ручечках, мы же, ну, посадили, отвезли, оформили сделочку, все досвидули. И каждый месяц там купим мешочки. В принципе, ну, молодцы ребята. Это агрессивные, да, вот это получается такие же, как Дышали, помните, косметика? Да. Вот. Это тоже агрессивные. Они постоянно, они прям звонили. Самое интересное, это же тоже сетевая компания. Немножко в другом, ну, вот она, немножко по-другому. Не совсем. Не совсем. Ну, не совсем она немножко по-другому, да, этот, построена, да, но элементы-то те же, понимаете. Звонок. А, ну, да. Встреча. Инструменты. Инструменты, сетевые навыки идут те же. То есть можно вообще пойти куда-нибудь поработать, знаешь, чтобы поднаторить. Честно, я уже думала. И четвертая ниша, это вот наш коралловый клуб. Получается, не знаю, я ее называю настоящий, потому что, как бы, мне так хочется называть. Вот. Вот эти вот четыре. В чем вот принципиально? Вот эти два мы не будем рассматривать. Вот принципиальная разница между прямыми и продажами. Вы должны, ребята, это знать. И коралловым клубом. Первое насущное, вот когда все вот говорят, что надо вот складывать, это оборот, личный оборот. В прямых продажах ежемесячный личный оборот намного больше, чем ты можешь на себя потратить. Ну, реально. В прямой продаже продукты, как обычно, концентрированные, хорошие, которые используются не один месяц, ну, вот многие-многие-многие месяца, да, вот они вообще позиционируют, что у них концентраты разводятся до 12-13 раз, да, то есть это, грубо говоря, ну, возьмем порошок, например, да, то есть его хватает прям аж, ну, там, на полгода, на 7 месяцев концентрат. Но тебе надо запуск делать каждый месяц на свой личный оборот. Причем суммы немаленькие, да. Что вот первое, да, что в голове. Ну, первый раз я взяла наличный номер, я взяла всю коллекцию, а мне надо на второй месяц тоже брать, понимаешь? Что я буду делать? Распробовать. Продавать. Поэтому они называются прямые продажи. Они, конечно, так еще учат, ну, ты это же не себе, ну, ты возьми там подушки купи, тому купи, продай. Там идет прям прямая продажа. Чтобы сделать свой этот личный оборот, тебе нужно прям посуетиться с каталогом, там, с чем-нибудь походить и попродавать. У нас личный оборот это по степени смешной, что его нужно еще умудриться сделать, потому что элементарно первый шаг нашей программы уже больше по баллам, чем личный оборот. То есть, это прям принципиально важная эта вещь, что именно вот этот объем личного оборота. Разумный. Он даже не то, что разумный, он прям супер разумный. Ты в месяц все равно, ты это съешь, и тебе еще мало, понимаешь, потому что у тебя ребенок есть, у тебя муж есть, на там, тому, тому. Да, ну, это даже у нас есть. Да, вот это вот принципиально, ну, для меня было то, что, да, вот когда мы изучаем. Во-вторых, маркетинг-план. Что касается маркетинг-планов. Смотрите, в прямых продажах у них маркетинг-план, ну, кто сталкивался, да, с компанией, там, 3%, по-моему, 6%, 9%, 11%, 15%, ну, короче, там. И там, вот, знаете, вот эти вот выходы, входы, обороты, вот эти вот бонусы, они до такой степени сложные, что, в принципе, человеку, вот, например, новичку просчитать это все, сидеть, это прям надо математику поднять и вот сидеть это все высчитывать. Он у них реально сложный. Ну, вот, вот, вот для просчета он у них сложный. И когда ты начинаешь просчитывать, ты начинаешь просто понимать глубину объема, который ты должен сделать, ты думаешь, ой, нет, спасибо, там, я не буду этим заниматься. Наш маркетинг-план без всяких вот этих вот процентов есть просто знать, да, с какого, допустим, своего потребителя, либо дипа, либо директора, какую сумму ты их получаешь. То есть, по сути, в нашем маркетинг-плане нужно знать, ну, 7 цифр. Ну, вот, есть разница. Прозрачно, просто, всегда одно и то же, никаких подводных камней и так далее. То есть, просчитывать для меня лично, я вот свой опыт вам передаю, было, ну, как бы, легче намного. Третье – это сегмент рынка. В прямых продажах, как правило, есть такое продукты, они, как бы, на определенный сегмент идут, да, то есть, это в основном девушки, да, вот от 16 лет в лучшем случае, да, и до, ну, до 60, скажем так, вот эта вот линеечка. То есть, в основном это женщины, это не мужчины, да, то есть, ну, всеми домашними делами, как правило, занимаются женщины. Уходовая косметика тоже, в основном это все женщины, да. У нас сегмент рынка, ребята, от 0 лет. Ну, кто как, кто как проживет. Да. Только мы сколько раз было. То есть, чего стоит наша вода, то есть, питание, продукты питания, клеточного питания, сейчас еще идет такой вот бомб, который, ну, нам просто повезло. Сейчас ей уже реклама по телевизору, да, идет, просто вот прям воды там, 3,05 воды, то есть, полтора литра каждый день выпей, там. Мы просто должны нашим людям показать, какую надо пить воду, да, вот то, что клеточное питание, батли, не является лекарственным средством, ну, вот Омега, там, тебе нужна, тоже я видела такую рекламу, да, то есть, там, как его, 2 сердечка, там, такая крутая какая-то компания. Просто надо нам, вот, люди уже, нам даже мозг не надо, понимаете, там, людям перестраивать, да, они, вот, реклама уже начинает действовать, да. Твоё сердечко Деппельгерц, приезжают сотрудники Деппельгерц России и говорят, откуда у вас такие препараты, мы их не выпускаем. Мы их не выпускаем, да, вот есть люди, да, 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 кстати, тоже. Вот, просто нам повезло, что нам уже даже не надо мозг перестраивать, уже, да, за нас, ну, вот, прям, большую, большую. Сейчас смс-ки про коронавирус, везде про чеснок, везде про тёплую горячую воду, везде. Вот, вот, просто мы, мы прям, мы прям в такой нише сейчас сидим, прям на ура. Вот, четвёртое, это международный номер, номер международный. В компании прямых продаж, когда уезжаешь за пределы Российской Федерации, да, вот, если ты хочешь приобрести продукцию, ну, вот, компании, ну, в Белоруссии, тебе нужно проходить регистрацию заново, искать какую-то там ветку, линейку и так далее, и так далее. То есть, нет ни в одной компании, что у тебя единый международный. У нас международный номер, то есть, неважно, где я буду, там, Германию, я полечу в Италию, у меня как этот номер есть, так и есть, понимаете, для меня это тоже принципиально. Почему принципиально? Потому что, когда начинаешь это думать, ты просто понимаешь, что мощь компании, это какая должна быть построенная логистика. У меня брат работает на серверах ФСБ, вот, и просто он знает, что такое сервер российского масштаба, да, и вот ближнее зарубежье. И вот, когда мы с ним разговаривали, я говорю, да, украл от собой вот этот вот номер единый. Он говорит, единый, ну, типа, по территории России, я говорю, нет, он единый, по миру. Он просто говорит, ты понимаешь, вот, вот, объем вот этой вот работы, вот это вот все, ну, вот, в мировом масштабе, вот это вот простраивать. Это очень сложно, на самом деле, это трудозатратно, это финансово затратно, мы вообще в шикарной компании. Ну, то есть, ну, реально, не, вот, когда ты начинаешь вот понимать вот эти вот внутренние вот эти вот моменты, да. И офисы продаж, да, видите, по всему миру. А, да, дальше я картюра покажу, да, номер, да, взять. Вот, еще, что мне очень нравится, тоже много перечислять не буду, я могу много чего говорить, это бесплатное обучение, это реально бесплатное обучение, потому что я знаю, вот, в компании прямой продаж, вот, на визажах, например, учатся, не буду говорить конкретно, какая компания, вот, у них такое завуалированное бесплатное обучение, но ты каждый месяц должна покупать на 10-12 тысяч именно нашей продукции. Ну, то есть, вот, вот, иначе, это не я тебя не хочу, там, не обучать. У нас компьютер не пропускает. Более глупую фразу я никогда не слышала, но тем не менее, да, вот, компьютер не пропускает, поэтому ты не можешь прийти на эту школу. Ну, вот, компьютер встанет на ножке, да, там, ты че, идей там, я тебя не пропускаю, но вот, формально, нет, но оно так и есть. Понятно, что это человеческий фактор, то есть, уже, и уже, знаете, такое вот отношение уже все, ну, вот, что-то тут не то, вот, ну, вот, неправда это, да, вот, и начинается вот такое. У нас, на самом деле, бесплатное обучение, у нас есть вот эти вот, вот, например, семинары, да, там, вход 1200-1300, это только, чтобы окупить аренду зала, вот эти вот вода, расходы, то есть, именно за обучение мы денег никогда не берем. То есть, вот, в компании такой, вот, прям, этика такая есть. И самое интересное, что то мощное обучение, которое мы даем, да, вот, на семинарах, на волнах, вот, просто зайдите, вот, это называется коучинг, зайдите в интернет-пространство, за две недели такой коучинг, который мы даем на семинаре за два дня, стоит 120 тысяч рублей. На минуточку. Тут бесплатно зовешь, Даня. Там, что-то начнай. Вот, в принципе, вот эту вот, прям, элементарную, ну, как не элементарную, вот эту информацию вы должны, ребята, знать, когда вы принимаете решение строить бизнес. Я, у меня время уже заканчивается, меня, правда, никто не терроризирует, не мучается. Три темы сразу поставили. Ну, у меня, как бы, да. Вот, Коралловый клуб, 20 лет на рынке, то есть, мы прошли два кризиса, сегодня находится по всем показателям в зоне роста. Цель – миллиардный оборот. Вот, ну, то есть, круто. Успеваешь? Фотографируй. Успела? Мы можем участника потом все слайды выслать. Да, давайте мы потом маленькую группу сделаем, да. Да, не переживайте, дадим. Внимание, да, ставка 189 стран мира, 380 офисов продаж, 38 странных сертификатов. Что такое 38 стран сертификаты? Это прям официальное присутствие в этой стране. Что это значит, да? Это значит, что компания весь свой продуктовый набор, да, вот, всю продуктовую вот эту линейку, но и не только. Она прошла, вот как у нас в России, госпотребнадзор. То есть, чтобы официально присутствовать на рынке страны, нужно пройти все ее государственные инстанции. Это безумно сложно. Вот это почему? Потому что у каждого государства свои требования, у каждого государства свои какие-то покупки. Но тем не менее, у нас компания, да, вот, она прошла вот эти вот 38 стран, и у нас там офисы продаж официальные. То есть, не, как мы, вот, не маленьком мы сейчас вот сидим в офисе, да, то есть, а официальный офис компании. Это круто. Производство в 12 странах мира, но вы уже, наверное, как бы знаете, да, что кто-то, вода у нас делается на Окинаве, очень многое делается у нас в Соединенных Штатах, спирулина у нас в Тайване, ну, то есть, как бы, читаем. Готовая логистика, точки реализации сертификации, бухгалтерии, нового обложения и прочее. То есть, вам дают готовый бизнес. Вы понимаете, вы, когда вы принимаете решение, что, да, я хочу здесь встретиться, или я хочу попробовать, или мне нужен дополнительный доход, неважно, вы просто вот, вы бесплатно оформляете регистрацию, номер клуба, и на вас с этого момента просто начинает работать вот эта огромная машина, которая за вас построила все. Ваше дело, по сути, заниматься чем? Маркетологи. Информаторы, там, учителя, да, вот, ну, есть вот свои какие-то у нас тоже определенные моменты, которые мы должны делать для того, чтобы создать компанию. Это очень круто. Я вам хочу сказать, потому что я сама предприниматель, найти, там, аренду, бухгалтерию, сдать отчеты, так-так-так-так-так, там, ну, вот, прям, налоги заплатить. Про налоги можно две секунды? Недавно мне сказали, что, ну, твоя компания уклоняется от налогов. До статуса мастер все налоги за человека платит офис. Ну, конечно, да, это нужно понимать. Ну, я для новичков. А со статуса мастера открывается индивидуальный предприниматель. У вас уже есть деньги. В статусе мастера вы получаете уже такие деньги, да, что ты можешь оплатить налоги, ввести расчетный счет. Когда ты еще в других сетевых компаниях, ты еще деньги-то не получил, а тебя уже обязывают создавать ИП, оплачивать расчетный счет, библотерию. Да, в прямых продажах. Это очень важно, что все по-честному. Да, видишь, у прямых продажников там, в принципе, выйти именно на наличку очень-очень сложно, потому что все вот эти вот первые шаги у нас, опа, за месяц ты стал директором, на тебе наличку сразу. А у них, опа, ты стал директором, шесть тебе в кармане полторы тысячи бонусами. Бонусами. И там, чтобы реально получать, начинать получать деньги, нужно там вырасти, как у нас, ну, до уровня бриллиантового мастера. Ой, мастера, директора. Вот. И у них там, вот ты вот только до этого уровня, когда дошел, вот только тогда тебе и то, там, через киви кошельки, там, начинай, там, ну, там, много всего интересного. А почему, почему я говорю, что у них очень сложный маркетинг. Вот. Смотрите, сколько у нас знаков качества у продуктов, да. Вот когда вот вам, например, говорят, что я хочу купить на Херби, ты говори, окей, найди у продукта знак качества. И просто, и просто вот это, это все, в принципе, подтверждено. Они могут в гугле вот просто знак качества забить, да, вот эти предприятия, ну, оформившие эти знак качества. И там выскакивает коралл. Если эта компания будет рушиться, то никто ничего оттуда не заберет, ни работники не получат зарплату, вообще никто. А когда, извините, на балансе собственное производство, даже по-разному оформлено, может быть, там, они там, как бы, холдинг у них и разные уложки в этом холдинге. То есть компания будет стремиться сделать все, чтобы не обрушиться, потому что у них уже большой риск. Ну, то есть для меня вот именно наличие собственных производств тоже как экономически сильный показатель вот нашей компании надежности. Выход компании на международный рынок, компания есть куда расти. Международный уровень передает компании стабильность, независимость от политических и экономических ситуаций в владельных странах. Это очень важно. Почему? Потому что у нас сейчас, вот, допустим, с рублем опять непонятно что, вот эти вот скачки, зато в Америке все хорошо. И вот эта вот возможность строить международный уровень, допустим, у нас кризис случился в России, в Америке-то нет, и ты получаешь деньги уже с другой страны. То есть вы понимаете, что они прям перекрывают вот эти вот кризисные моменты стран? Ну, конечно, у них, да, потому что у них-то другие страны, в которых нету кризиса. Вот. Почему у них выплаты дистрибьюторам как шли, так и идут? Потому что вот оно идет перекрытие. То есть не дудунятся в одном кошелечке, да, не в одной корзиночке, а вот тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, много корзиночек. И вот, и каждая корзиночка друг другу помогает. Я по нему непонятно рассказываю? Очень понятно. Сфера молодости и власти очень сильно развивается, качество здоровья сейчас все популярнее, популярнее. Вот про это я уже говорила, что сейчас даже реклама работает на нас. Ну, казалось бы, но тем не менее работает, когда Арбакайте там сурью на маскар делает, кто знает, да, вот она стоит в пользу, это сурья, да, вот это вот ее движение, это сурья, пожалуйста. Вот, 3,5, там, сынок, там, вместо кофе я ей водичку такую принес, да, еще будет пакетик туда наш кинуть, и вообще было бы идеально, да. Все как мы делаем, в принципе, ну и все сама Арбакайте рекламируют, кто любит Кристина, я люблю. Руководство компании Неизмена, во главе Сетевик Крактик. Ура! Ура, это у тебя опять уже на третью тему. А на третью тему? Да. Короче, смотри. Сдвигайся, да. Да, непрямых продаж, концептуальный подход, у компании есть все направления для контроля качества здоровья, БАДы есть у многих, но в системе нет ни одной компании с конкурентом. Продукт компании эксклюзивность в требовании, 100% натуральный продукт, ну это вот прям объяснять не надо, да, то есть здесь уже все понятно. Лично оборот меньше потребляемого оборота, это я уже вам говорила, нет запасов продукта, и компания вообще плохо относится, да, вот. Складов дома нет, как вам были. Складов не должно быть, да. Возможно строить бизнес всей семьей. Самое немаловажное, вот это вот прям давайте сюда запишем, да, шоссе был, возможность строить всей семьей. Дело в том, что сейчас, на сегодняшний момент у меня подо мной зарегистрирована моя дочь, ей всего 8 лет, и у меня есть возможность построить ребенку бизнес. Ей будет 18 за 10 лет, я ее выстрою просто, вот я ее доведу хотя бы до мастера, просто. Так какой там за 10 лет нужно и выше? Да, конечно. И ребенок, вы понимаете, вы просто своего ребенка обеспечиваете будущим. Такое обучение. Да не важно, что с тобой станет, ребенок уже у вас в пределе, и уже будет, ну как бы не нищий, у него есть, будет вот это вот окружение. Ни в одной компании такого нет. Вот. Ни в одной, потому что там требуют данные паспорта и так далее. Вот это, кстати, очень-очень хорошо. Система развития бизнеса позволяет самореализовать в первой ступени карьерные лестницы. Дистрибьюторы чувствуют свою значимость в компании, это важно для дальнейшего роста. Вот тут уже, да, четкие, понятные, прозрачные, я вам сказала уже. И миссия компании – делать мир красивым, счастливым, богатым. Давайте реализовать ее вместе. Спасибо.